После неудачной осады Вены, османский меч вновь, как и при Селиме I, развернулся на восток. Здесь главным противником Сулеймана была Персия. Однако ею величайший из потомков Османа не ограничился. Он попытался изгнать из Индийского океана португальцев, которые там недавно обосновались. Они создали там свои колонии и способствовали торговле в обход Османской империи. Результатом масштабных замыслов Сулеймана должно было стать превращение его в единственного повелителя на востоке. Осознав пределы возможности османской экспансии в Европе, Сулейман повернул свои сухопутные силы в Азию. В то же самое время его военно-морские силы под руководством Хайредина Барбаросса укрепляли свои позиции в Средиземноморье, о чем мы говорили в двух предыдущих видео. Персия была традиционным врагом не только в национальном, но и в религиозном смысле, поскольку турки были ортодоксальными суннитами, а персы — шиитами. Когда мы разбирали с вами правление Селима II, отца Сулеймана, мы говорили о победе под Чалдераном, в которой Селим разгромил войска персидского шаха. С того времени его сын Сулейман придерживался в отношениях с соседями принципа «живи и давай жить другим», то есть такой взаимный нейтралитет, в общем-то, соблюдался. И в Тибризе шах Исмаил старался соблюдать неписанное соглашение о мире, но его сын Тахмас оказался гораздо менее благоразумным. Помимо всего прочего, выступить против Сулеймана Тахмас поубеждали венецианцы. Они резонно полагали, что война между двумя восточными государствами ослабит турок в их противостоянии с Веной и в Средиземноморье. Венецианский посол Бузбек писал о том, что «только персы стоят между нами и нашей гибелью». И вот во всех этих условиях шах Тахмас решил воспользоваться преимуществом отсутствия основных турецких сил, пока они были заняты на Западе, и с помощью подкупа переманил на свою сторону губернатора Бетлиса, в то время как губернатор Багдада, обещавший хранить верность Сулейману, был убит и заменен сторонником шаха. Фактически прелюдией мести Сулеймана стал приказ о казни заложников, все еще содержавшихся в тюрьме в Галлиполе. Следует, однако, понимать, что, как и в случае кампании против Вены, обширность владений Сулеймана составляла для него фактически реальную проблему. Граница с Австрией отстояла от Константинополя так же далеко, как граница с Персией на востоке. И, находясь в зависимости от состояния пастбищ, турецкая армия не могла покрыть это расстояние в течение одного года. И, как мы помним уже из предыдущих видео, армия османская фактически способна была воевать только в теплое время года. То есть, выйдя летом или в конце весны из Стамбула, она неизбежно очень сильно ограничивала свою военную кампанию. Пока она приходила к границе, там уже оставался очень короткий срок для того, чтобы вести активные боевые действия. Тем не менее, несмотря на все эти сложности, конечно, Сулейман не мог допустить потери Багдада. И, как глава Османской империи, он не мог смириться с тем, что старые турецкие крепости одна за другой в этот момент переходили к его врагу. Сам Сулейман, однако, в этот момент остался еще в Константинополе наблюдать за развитием событий. В то же время направил Ибрагима с основными силами турок вернуть Багдад. Но Ибрагим ослушался приказа. Он повернул в горы, окружавшие озеро Ван, чтобы посредством искусной дипломатии вернуть туркам здесь пограничные крепости. Затем он двинулся через высокогорье к столице Шаха Тибризу. И здесь персы не рисковали использовать свою кавалерию против янычары турецкой артиллерии. Поэтому воздерживались от крупных сражений. Ну, той самой битвы под Челдераном, о которой мы упоминали, им вполне хватило. И впредь, мы здесь увидим, персы будут избегать крупных сражений стремиться, рассчитывая на то, что турецкую армию победит время и расстояние, прежде всего. И все эти сложности уже начинали проявляться. Приближалась зима, и для армии перспектива провести ее в Тибризе была не очень хорошей. Плюс солдаты жаловались на отсутствие султана. В то же самое время самому султану Сулейману докладывали следующее. Визирь в Тибризе упоен стремлением добыть победу самостоятельно. Он клянется сделать то, что не под силу господину двух миров. Также курьер показал Сулейману приказ по армии, в котором его великий визирь Ибрагим подписался под ним как сираскир-султан. Сам по себе титул сираскира означал фактически главнокомандующего войсками. Но вот двух султанов быть не могло. И увидев эту подпись, Сулейман отправился на восток, чтобы принять командование армии у взорвавшегося подчиненного. Уже в начале осени султан прибывает в расположении турецкой армии, застрявшей в Тибризе на этот момент, и принимает от Ибрагима командование. Боевой дух солдат в этот момент возрастает, потому что они действительно были истинно преданы Сулейману и за ним были готовы идти куда угодно. И вот этих солдат он по снегу и грязи повел в пустынное междуречье Тигра и Ефрата. И здесь гибли от голода вьючные животные, и тяжелое орудие пришлось хоронить в грязи, чтобы их не мог найти противник. Но благополучно добравшись до пустыни, армия освободилась фактически от бесконечных налетов персидской кавалерии, и отсюда Сулейман двинул армию по берегу Тигра, чтобы вернуть Багдад и там, в общем, перезимовать. Войдя в город, Сулейман запретил там грабежи и насилие. Как мы помним из предыдущих видео, армия османская это очень дело не любила и относилась к этому, ну, не сказать, что прям с агрессией, но с явным недовольством. По одной из версий, это была одна из причин, которая спровоцировала восстание Янычар, единственная в период правления Сулеймана. И все же армия испытывала воодушевление, потому что Сулейман привел их в город, находившийся, как они считали, под покровительством Аллаха, и с населением в городе обошлись также подчеркнуто терпимо, именно с населением шиитским. Весной следующего 1535 года Сулейман покидает Багдад, следуя уже в этот раз более легким путем вновь в Тибриз, где он пробывает несколько месяцев. Там он утверждает османскую власть, но разграбив город перед отъездом, отправляется домой. Он понимал, что в долгосрочной перспективе Тибриз все равно не удержать, поэтому, в общем, он так и поступил. И вот на долгом этом обратном пути османская армия вновь подвергается постоянным налетам персидской кавалерии. Тем не менее, Султану удается в январе 1536 года благополучно добраться в Стамбул и совершить триумфальный въезд в город. Помимо вот этого несомненного успеха, эта персидская кампания была, конечно, началом конца для Ибрагима Паши, великого визиря Султана на протяжении 13 лет, и его друга еще совсем уж молодых лет. За эти годы, конечно, Ибрагим не мог не приобрести многочисленных врагов. Те, кто ненавидели его за огромное влияние, богатство, за то, как быстро он взлетел в османской иерархии, хотя так было не принято до Сулеймана. Итальянский дипломат Даниэль де Людовизи писал, «У султана меланхоличный характер, более пригодный для досуга, чем для дел. Говорят, его редко что-то беспокоит, в нем нет ни силы, ни расчетливости, необходимых для такого великого монарха. Он передал управление империей в руки своего великого визиря Ибрагима, без совещания с которым ни он, ни его двор не принимаются за серьезное дело. Между тем, Ибрагим не советуется в делах со своим господином». Стоит сказать, что то же самое говорил, в общем, и Ибрагим. Людовизи лишь высказал фактически часть правды, то, что он узнал реально из болтовни дипломатов, окружавших двор Сулеймана. В действительности все обстояло не совсем иначе, точно так же, как и с Барбароссой. Ибрагим делал на практике то, что желал султан. Сулейман обладал стальной волей, хоть и не всегда он проявлял ее открыто. И каким бы ни был талантливым Ибрагим, а Ибрагим был, безусловно, очень толковым государственным деятелем, он все-таки оставался слугой здесь. Но теперь Сулейман держал в руках листок бумаги, исписанный знакомым ему почерком Искендера Челеби. В послании, написанном на этом листке, говорилось следующее. «Во имя Аллаха в час смерти свидетельствую, что я, Искендер Челеби, казначей замышлял похитить деньги, предназначенный для оплаты военных поставок, и вступил в предательский сговор с еретиками-персами, с целью обречь на поражение моего господина, султана. Клянусь так же, что в этом заговоре участвовал первый визир Ибрагим, и кроме того, он заплатил убийцам с целью лишить султана жизни». Тем не менее, Сулейман считал, что все написанное ложь. Однако многие люди знали, что письмо это у него в руках, а словам умирающего было принято верить. Плюс султан тщательно проанализировал весь конфликт между казначеем своим, который привержен был старым обычаям, и вельможным Ибрагимом, его великим визирем. Они постоянно соперничали друг с другом по численности свиты, роскоши, одежды, в общем, по богатству, влиянию. И Сулейман отправил Челеби помощникам Ибрагима в военном походе. Вас может воздикнуть тот разумный вопрос, зачем он это сделал? Ведь наверняка о конфликте двух вельмож было известно. Конечно, было известно. Но вспомним, в предыдущем видео мы рассматривали осаду Мальты, которая была уже на закате жизни Сулеймана. И там он точно так же двух рождававших между собой генерала и адмирала отправил в мальтийскую компанию. И, в общем, так часто поступают самовластные деятели, которые стремятся сохранить свою власть во что бы то ни стало. Пусть это немножечко повредит делу, да. Сулейман не мог не понимать, что такое отсутствие единоначалия, оно делу вредит. Но зато это будет более контролируемо. В принципе, нам это характеризует неплохо Сулеймана как государственного деятеля. При всех своих вот этих великодержавных наклонностях, как мы бы могли это назвать, он был приверженцем собственной единоличной власти. И это он ставил во главу угла в самую первую очередь. Так вот, что же произошло в этой кампании? Когда люди Челеби укладывали сундуки с деньгами на спины верблюдов для однодневного перехода, стража Ибрагима арестовала их, утверждая, что деньги эти были украдены. Трюк был, конечно, очень дешевый. И, возможно, в отместку за это Челеби порекомендовал Ибрагиму идти в Тибриз, чтобы добиться большого триумфа. По мысли Челеби, я думаю, если он действительно это сделал, нарушение приказа Сулеймана и стремление к славе Ибрагима должно было подтолкнуть того к погибели. В общем, так и произошло в конечном счете. В свою очередь, Ибрагим, последовавший этому совету, если он был, опять же, он затем обвинял Челеби в том, что тот дезорганизовал всю службу снабжения, и все проблемы армии связаны в первую очередь с этим. Впоследствии Ибрагим выдвигает обвинение серьезное против престарелого турка и приказывает даже казнить его. А Челеби, в свою очередь, ненавидит Ибрагима так сильно, что написал признание, компрометирующее самого Ибрагима. И в письме совершенно не было правды, за исключением одного. Искендер был виноват не больше, чем Ибрагим. Безусловно, Ибрагим не собирался убивать султана, но, тем не менее, он потерял рамки, скажем так, попутал берега, как мы сказали, в простонародье. И в любом случае Сулейман не мог простить вот такого самовластия и смерти Искендера Челеби в том числе. Все-таки это был его чиновник, а не Ибрагима. Все они фактически являлись рабами султана. И Сулейман мог воспринимать поведение Ибрагима как покушение в том числе и на его собственность. По крайней мере, так мог мыслить сам великий султан. Однако с казнью Ибрагима решили подождать и до того, как вернуться в Константинополь. При этом Сулейман не мог это сделать быстро, потому что нельзя было повернуться спиной к персидскому шаху. Который вернул себе Тибрист, пока турецкая армия находилась в Багдаде. Сулейман в ответ направляется вглубь Персии и доходит до самого побережья Каспийского моря. Османы даже взяли здесь Ордебиль, старую резиденцию шахов. И противник, как я уже упоминал, снова избегает крупного сражения. Земли были разорены, но Сулейман не мог оставить здесь часть армии своей для контроля этой территории без риска того, что она будет уничтожена впоследствии. В результате стало очевидно, что удерживать территорию совершенно невозможно. И вернувшись в Тибрис, он разорил город, снова сжег дворцы его и затем повел армию домой. Вернувшись в Стамбул, Сулейман ежедневно посещал заседание дивана Государственного совета, хотя обычно этого не делал. И пренебрегал даже полноценным сном, постоянно удерживая Ибрагима возле себя. И до того, как вечером стенограммы заседания были уложены в папки, Султан приказал принести еду на двоих в зал для аудиенций. Делалось это довольно часто, поэтому Ибрагим не видел в этом ничего необычного, когда он в эту ночь ел из тех же блюд, из которых ел сам Султан. Также не было ничего необычного, когда Султан попросил остаться Ибрагима с ним, и Ибрагиму было расстелено на матрасе в нише, и на следующее утро стены этой ниши оказались испачканы кровью. А тело самого великого визиря, некогда могущественного, обнаружили возле входа в помещение дивана. После этого Сулейман навестил сокровищницу, где секретари собрали все ценности, накопленные великим визирем, в огромном, безусловно, количестве. Они все были присвоены государством. Однако теперь Сулейман, безусловно, стал одинок на своем поприще. Первым визирем он назначил Аяс Пашу, грузного старика, отца многочисленного семейства. Однако этому покорному слуге, которому, как говорят, больше нравилось наблюдать за соревнованием грибцов на Босфоре, чем участвуют в заседаниях дивана, было суждено стать лишь слугой. Титул Сираскира больше ни одному великому визирю не присваивался, и отныне Сулейман фактически взвалил на себя все время власти. Ну, таков уж был его выбор. В 1540 году внимание Сулеймана вновь было привлечено Западом, и он провел очередную кампанию в Венгрии, фактически превратил ее уже в Османскую провинцию на этот раз. Закончилась вся эта история, которую мы уже рассматривали Адрианопольским перемирием, которая оказалась очень своевременным для Сулеймана в 1547 году. И весной следующего, 48-го года, он уже был готов к очередной кампании против Персии. Однако эта кампания ничего существенно не решила, если не считать города Ван, который остался в руках османов. Позднее имело место привычное колебание маятника между Востоком и Западом, но мы помним и по предыдущим османским султанам, и по византийским императорам, место которых они заняли, что это вечная проблема была – разделение сил на Восток и Запад. И проведя переговоры о перемирии на Западе, султан в 1553 году начал свою третью и последнюю кампанию против Персии. Надо сказать, что во многом персидский шаг спровоцировал его на это, потому что его сын, назначенный главнокомандующим персидской армии, захватил Эрзерум. Персы также добились и других успехов, и в Европе уже были ликующие сообщения о захвате перевалов через Тавр и угрозе всей османской Сирии. И султан таким образом жаждал возмездия. После зимы в Алеппо он вместе с армией выступает в поход, возвращает Эрзерум и затем переправляется через верхний Ефрат у Карса. Здесь он абсолютно варварски опустошает территорию, используя фактически тактику выжженной земли. Ничего подобного в предыдущих кампаниях в таких масштабах Сулейман не использовал. Происходили постоянные стычки, но персы, повторюсь, уже не первый раз избегают вновь крупных сражений. И тем не менее превосходство османской армии было доказано тем, что персам не удалось ни разбить турок, ни вернуть земли, которые те заняли. С другой стороны, османы не могли бесконечно удерживать эти территории. То есть это все превращается в такой замкнутый круг. Османы занимают территории, персы избегают крупного сражения, персы сохраняют армию, османы понимают, что они противника не разгромили, территории так далеко от границ они не удержат и возвращаются обратно. В результате этого тупика в 1554 году в Эрзеруме было подписано перемирие, которое в следующем году было закреплено мирным договором. Сулейман таким образом отказался от притязаний на Тибрис и прилегающую территорию и фактически признал, что продолжать попытки совершать вторжение вглубь Персии это невыгодно, точно так же, как невыгодно вторгаться в Центральную Европу. Тем не менее, вот эти восточные кампании, они привели к существенному расширению империи. Был присоединен Багдад, Нижняя Месопотамия с устьем Тигра и Ефрата, плацдарм на Персидском заливе, и это было немалое расширение для овладений, которые теперь простирались от Индийского до Атлантического океана. Другой стороной восточных кампаний Сулеймана была борьба с португальцами. Пока Барбароса сражался на Средиземноморье с Карлом V, был открыт другой военно-морской фронт с выходом из Суэца в Красное море. Флот этот направлялся в Индийский океан, где португальцы достигли угрожающей степени господства для тура Касмана. Планы португальцев входил поворот торговли с Востоком, со старых путей через Красное море, Персидский залив, на новый маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. Это, безусловно, тревожило Сулеймана, и он был готов принять меры в ответ на обращение своего собрата по вере правителя Гуджарата. Он, безусловно, должен был ответить в любом месте, где крест соперничал с исламским полумесяцем. К тому же португальцы возбудили подозрительность султана, поскольку препятствовали здесь османской торговле. Также они захватили остров Армуз, который господствовал над входом в Персидский залив. Помимо всего прочего, они еще и захватили Аден, господствующий над Красным морем, и направили отряд христианских кораблей на помощь Карлу V во время захвата им Туниса. Всех этих причин было более чем достаточно для того, чтобы начать военную кампанию здесь. Командовавший ею Евну Сулейман Паша был настолько огромным человеком, что для того, чтобы подняться, ему нужна была помощь четырех человек, и то это все происходило с большим трудом. Однако флот его состоял из почти 70 хорошо вооруженных и прекрасно оснащенных судов. Весь этот флот проследовал по Красному морю. Достигнув Адена, адмирал повесил здесь местного шейха на реев флагманского корабля своего, разграбил город и превратил его территорию в турецкий санджак. Таким образом, Красное море фактически оказалось в руках турок, но вместо того, чтобы идти, как приказал султан в Индийский океан, и искать там португальский флот, а в случае сражения можно было ожидать успеха в этой ситуации, Сулейман Паша направился к западному побережью Индии. Там он высадил войска на остров Диу, и вооруженный большими пушками, он осадил здесь португальскую крепость. Однако солдаты гарнизона здесь мужественно защищались, а потом до турок дошли слухи, что португальцы собирают большой флот в Гоа для помощи этой крепости. Узнав об этом, Сулейман от греха подальше ретировался и пересек океан в обратном направлении, в Красное море. Здесь он убил правителя Йемена и подчинил его территорию османскому губернатору. Однако султан по-прежнему стремился бросить вызов португальцам, которые господствовали над Персидским заливом, контролируя Армуз, и фактически здесь не выпускали турок. Но португальцы тоже не клевали носом, и на это они ответили вторжением в страну вооруженного отряда под командованием сына Васкадагана. Это совпало с восхождением на Абиссинский трон молодого энергичного правителя, который немедленно перешел в наступление и во взаимодействии с португальцами на протяжении 15 лет держал турок в постоянном напряжении здесь. Он сумел склонить на свою сторону племенных вождей, которые раньше поддерживали турок, Но султан в конце концов предпринял активные действия по захвату Нубии, чтобы угрожать Абиссинии севера. В 1551 году пока что султан отправляет адмирала Перерейса, командовавшего военно-морскими силами в Египте, с флотом из 30 кораблей с целью выбить, в конце концов, португальцев из Армуза. Выдающийся мореплаватель Перерейс родился в Галлиполе, где, по словам турецкого историка, дети росли в воде, как аллигаторы, а их колыбелями были лодки. Он провел юность в пиратских рейдах и морских сражениях против испанцев, генуэстцев и венецианцев. После гибели своего дяди Перерейс вернулся в Галлиполе и занялся картографией. Он составил одну из первых карт мира, которая включила в себя часть Америки. Также он написал крайне полезные книги по морскому делу, в том числе по навигации в Эгейском и Средиземном морях. Адмирал здесь сумел захватить маскат в Оманском заливе, который езжал напротив Армуза, и разорил вокруг того земли. Но захватить крепость, которая защищала гавань, перерейс здесь не сумел. Но вместо того, чтобы продолжать свои попытки каким бы то ни было образом, он отправляется по Персидскому заливу вплоть до Басры, нагруженный богатствами, от которых он любезно избавил местных жителей. Португальцы же преследуют его и фактически закупорили здесь османский флот. В ответ на это перерейс весьма неблагородно бежал со своими вот этими богатствами и, избегая встречи с португальцами, проскользнул через пролив. При этом фактически весь свой флот он отдал врагу. И прибыв в Египет, он потерял одну гольеру, немедленно брошен был там в тюрьму османскими властями, а по получению приказа султана обезглавлен в Каире. Все богатства, которые он так холил и лелеял, ради которых он все бросил, были отправлены в Стамбул Сулейману. Преемник перерейса, в свою очередь, получил приказ прорваться через Армунский пролив и попытаться спасти хотя бы часть османского флота, который фактически был заперт в Басре. Но и тот потерпел неудачу, в свою очередь снова та же самая задача была поручена моряку по имени Сиди Али Рейс. И тот в результате двух столкновений в районе Армуза потерял треть кораблей, но все же прорвался с остальными в Индийский океан. Но здесь на них обрушился шторм. В конце концов он дрейфовал к побережью Буджарата и, беззащитный против португальцев, он сдался местному султану, на службу которому перешли остальные его соратники. Сам же он с группой других моряков отправился вглубь материка, откуда начал долгий путь домой через Индию, Узбекистан и Персию, написав рассказ об этом всем наполовину в стихах, наполовину в прозе. Вот эта неудача, она и здесь показала, что Сулейман сверх меры напряг свои ресурсы и растянул фактически коммуникации. Это был еще один тупик. На сей раз в завоевательной политике, можно сказать, окончательно. Была еще одна короткая кампания, которая была навязана Сулейману к востоку от Суэца, и она сосредоточилась вокруг изолирования Абиссиней, то есть самой упомянутой ранее. В 1557 году здесь османы захватили порт Масауа на Красном море, который служил базой для всех португальских операций внутри страны. Спустя два года был убит Абиссинский король, и эта горная христианская страна, хоть и сохраняла формальную независимость для мусульманских соседей своих, больше уже не представляла никакой угрозы. Восточные кампании Сулеймана, как и западные таким образом, были похуже на попытки обнаружить возможности для экспансии. Однако везде был обнаружен тот самый предел. Отныне османы больше не смогут совершать масштабные завоевания, потому что их растянутые коммуникации, особенности их армии, это просто не позволяли. И многие именно отсюда выводят начало упадка Османской империи.